Саров 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 центра полигон. 521, 522, 523, дергаем кольцо. Эта фраза отложилась в памяти юных десантников надолго. Простая считалочка помогала отмерить время в полете, через которое нужно раскрыть парашют. На военно-полевых сборах десантник однажды, десантник навсегда. 17 сыровчан освоили прыжки с парашютом. Шестеро из них прыгали в первый раз. Стражнее всего стоять в самолете, когда открытый люк, мимо проносится ветер, ты смотришь вниз и просто все застилается весь разом, и ты выпрыгиваешь оттуда. Летишь первые три секунды, это страшно, а потом просто так уже наслаждаешься. Второй прыжок не так уже запомнился, но он был на следующий день, так что большого промежутка времени между ними не было. Почти то же самое. Прыгали юные десантники на аэродроме города Богородск. Перед практикой обязательный теоретический инструктаж. Затем ребята закрепляют, как выпрыгнуть из парашюта, вести себя в воздухе и как правильно приземляться. На сборах сыровчане были три дня. В первый день после приезда ставили армейские палатки и дежурили на полевой кухне. Сборы как бы начинались с того, что нас загрузили в автобус, отправили. Мы приехали, разгрузились. И первое, как бы самое, не знаю, наверное, всем запомнилось, тем, кто особенно не прыгал, это сбор палаток. Это было самое страшное, наверное, для них, что там происходило. Потому что, ну да, армейских палаток. Потому что по большей части много человек приехало на такие сборы в первый раз, и для них это было как-то в новинку. Помимо прыжков с парашютом проводили огневую подготовку по обращению с оружием. По вечерам все смотрели военные фильмы. Полевые сборы для участников военно-патриотического центра полигон не редкость. Такие выезда не устраивают по нескольку раз в год. В октябре Никита Семин участвует в поисковых работах. В прошлом году они работали в Демянском котле, где находили и перезахороняли останки советских солдат. Очень было страшно по ночам. То есть, выходили в ночный караул, были дикие животные, такие как еноты. Они у нас очень часто вырвались, мыслили всякую еду, светили фонариками, и очень много было глаз, и это очень было страшно. Кто-то хочет в будущем работать в правоохранительных органах, а кто-то готовится к воинской службе. У юных саровчан были разные мотивы выбрать направление военно-патриотической подготовки. Но одно их объединяет абсолютно точно. Это любовь к своей стране, к родному краю. Спортивная школа Олимпийского резерва «Атом» ведет набор детей в секцию лыжных гонок. С начинающими лыжниками занимаются именитые спортсмены, участники соревнований российского и мирового уровней. В этом году в школу Олимпийского резерва «Атом» набор новых учащихся ведут три тренера. Елена Седова, Павел Шаров и Мария Козякаева. До наступления зимы ребята занимаются общей физической подготовкой. Бегают кроссы, выполняют специальные упражнения и постепенно осваивают лыжероллеры. Как только выпадает снег, педагоги учат юных спортсменов вставать на лыжи. Я единственное скажу родителям, что весь инвентарь не нужно покупать пока. То есть ребятам мы предоставляем и лыжи, и ботинки, и палки. То есть для начальной подготовки этого вполне достаточно. Поэтому ждем ребятишек с хорошим настроением. Я всегда говорю, только хорошее настроение должны ребятишки приходить. Занятия для самых маленьких проходят в световой день. С 14.30 до 16.00 часов. Три раза в неделю. С ШОРАТом набирают ребят с 7 лет в спортивно-оздоровительную группу. А с 9 лет учащиеся переходят на спортивную подготовку. Все учащиеся принимают участие в городских соревнованиях. Спортивно-оздоровительные группы мы должны уже до октября месяца точно сформировать. А начальную подготовку до середины октября. Мы уже, то есть как бы до середины октября мы группы должны укомплектовать. Но все равно, если места есть, как бы мы в течение года все равно принимаем. Потому что кто-то в состоянии здоровья выбывает потихонечку. Кто-то, сами знаете, кому-то не понравилось. Он ищет что-то себе другое. Это, в принципе, нормально и правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова